Водоканал обслуживает почти 400 тысяч потребителей. Это 93% от всех горожан. И при этом предприятие находится в состоянии близком к критическому. Городские водопроводные сети изношены чуть менее чем полностью, примерно на 90%. Например, на участке по улице Левченко, где в 2020 году произошла крупная авария, толщина стенок трубы коллектора составляет 24 мм, при норме в 1 см. Об этом депутатам Горсовета рассказали на заседании рабочей группы по контролю за качеством предоставления коммунальных услуг. Со временем число аварийных ситуаций рискует только вырасти. Динамика, но увеличение, конечно, имеется. Начиная по сетям водоснабжения с 2018 года с 260 аварийных ситуаций, на сегодня у нас становится уже 405 аварийных ситуаций. Что касаемо сетей водоотведения, также с 18 аварийных ситуаций до 34 аварийных ситуаций. Аварийными сетями проблема не ограничивается. Техника водоканала тоже давно устарела. На оздоровление предприятия требуется почти 4,5 млрд рублей. Это соответствует годовому бюджету города. Поэтому логично, что первый вопрос, который задали депутаты, касался собственных доходов предприятия. Сколько вы зарабатываете, как вам в этом помочь? Первое, вот в раздатке было сказано, у нас на сетях стоит 738 водоразборных колонок. Вот сколько из них на платной основе? Оказывается, на сегодня горожане платят за воду всего лишь на 30 колонках. На остальных вода расходуется бесплатно и бесконтрольно. В ближайшее время количество умных водоколонок доведут до 70. Платными станут все водоколонки без исключения. Услуги стоят денег. Есть и другие способы повысить доходность предприятия и начать решать его проблемы. Это лаборатория водоканала, чтобы получила сертификацию на поверку водосчетчиков, а также есть возможность и теплосчетчиков, потому что у нас в городе очень мало организаций, кто занимается поверкой этого. Это один из вариантов. Второй вариант предложил сам Дмитрий Владимирович Кокалин. Если все работы, касаемые водоканалу, это проложение новых сетей или замена где-то канализационных труб, которые организовывают депутаты и торгуют уланды и строя заказчиков, все это проходило через МОП «Водоканал». Также доход могут приносить водопроводные сети, которые пока считаются бесхозными. Их предложили передать на баланс водоканалу, который станет брать деньги за обслуживание. Пока такие сети обслуживают задарма. Кроме того, в городе незначительно повысят тариф на услуги водоканала на 4%. Ведь пока предприятие может лишь латать дыры. Однако о проблеме доложили правительству республики, и, возможно, его финансирование увеличат.